Вы знаете, что вы поступаете в эконом, а будете учиться в политехе? Знаю. Слышали? Да. Вас это не смущает? Нет. Честно говоря? Нет. Я знаю, что это не московский диплом. Мне это не смущает. Я поступил как два года назад в институт, что у меня будет диплом экономического института. А так? Мне так-то без разницы. И так в экономе без всех политехов нормально. А как еще студенты эту новость восприняли? 50 на 50. Кому-то все ровно, кто-то там даже рад был, кто-то, ну, кто-то, естественно, против был то, что терять там московский диплом и прочее. В ответах студентов саратовского эконома пока неопределенность, но больше все-таки оптимизма, свойственного молодым. Тем, кто уже учится, пообещали выдать московские дипломы. Абитуриенты мечтают просто поступить. С профессорско-преподавательским составом сложнее. Оба университета старейшее учебное заведение страны, с многолетними традициями и целыми династиями известных в стране ученых. А потому вопросов много. Начиная от глобальных, кому это нужно, и заканчивая беспокойством по поводу слияния дублирующих кафедр и специальностей. Хотя, по мнению завкафедры дизайна архитектурной среды технического университета Виталия Пудрявцева, подобные процессы укропнения уже не раз происходили в вузах России. Для этого несколько причин есть. Это первая причина – оптимизация. А вторая причина – это, ну, она может обусловлена тем, что ликвидируются филиалы московских вузов. Самое главное, что в процессе этой структурной реорганизации не страдали преподаватели ни того, ни другого вуза, и в результате мы получили, наоборот, бы вот такой эффект, синергетический эффект, который бы, наоборот, способствовал бы лучшему развитию. В дальнейшем это будет просто зависеть от системы управления и той среды, которая будет создана вот в этом укрупненном учебном заведении. Вопрос о готовности технического университета к объединению с «Экономом» стал главным на внеочередном заседании ученого совета, который прошел 3 июля в Политехе. Президент технического университета Дмитрий Аяцков подтвердил в телефонном разговоре, что важно учесть интересы преподавателей и студентов крупнейшего экономического вуза Саратова и заверил, что при слиянии объединения студенты «Эконома» будут зачислены в технический университет в порядке перевода, с сохранением формы и условий обучения, а сотрудникам экономического университета будут сохранены рабочие места в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Это делается для того, чтобы у технического университета имени Гагарина была возможность попасть в топ-100 ведущих вузов России. Я думаю, что это реальный шанс. В прошлой консультации прошло заседание ученого совета. В общем-то, возражений у кого не было. Решение принято. Конечно, это потребует времени. А сколько времени на это понадобится? Согласно утвержденного плана, я думаю, что потребуется больше года. О том, что объединение двух крупнейших вузов Саратова процесс непростой, местами нервный и эмоциональный, рассказал нам и заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов. Наш собеседник подтвердил, что при объединении необходимо учитывать все риски, отвечать на вопросы, встречаться, беседовать с коллективом старейшего экономического вуза, чтобы объединение прошло без потерь. На сегодняшний день финансово-банковская школа эконома это не местечковое явление. Это явление федерального общероссийского, а я бы даже сказал мирового уровня, потому что ученые, поверьте мне, я слышал отзывы и видел, как их встречают в Москве на различных статусных мероприятиях, видел, как относятся к их печатной продукции, к их научным разработкам. Это серьезная школа. Для нас имена Андрющенко, Атаяна, это слава Политеха, это гордость Политеха, а имена того же Ивана Михайловича Германа, Галины Григорьевны Коробовой, профессора Степаненко, профессора Гвоздевой это имена и слава эконома. Тут необходимо как раз очень осторожно, точечно, в каких-то случаях точечно решать эти вопросы по объединению двух коллективов. Студенты это молодежь, но это драйвер сегодня, и конечно нам необходимо, чтобы оба студенческих коллектива ну как можно быстрее смогли познакомиться друг с другом, ну и от этого знакомства у нас, ну в хорошем смысле этого слова, должно получиться тоже ну такой вот серьезный шаг для и промышленности Саратовской области, для научного сообщества. Вот это шанс, я думаю, это синергия мощнейшая, вот как ей распорядиться, вот это очень важно. Тем временем директор Центра по работе с регионами Московской Плехановки Алексей Степанов в телефонном разговоре заметил, что инициатива объединения двух крупнейших вузов Саратова исходила от губернатора области Валерия Радаева, и область заинтересована в объединении научных потенциалов, технического и экономического университетов. Цели ликвидировать филиалы, подчеркнул Алексей Степанов, у московского вуза нет. У нас такой тенденции или принятой политики по массовому закрытию филиалов нет. Мы стараемся развивать те образовательные организации, которые являются нашими филиалами, расположены в регионах. Что касается рисков. У нас есть 957 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, который регламентирует при реализации подобных проектов обеспечение гарантий условия и формы обучения студентов, которые обучаются в организации, которые подвергаются объединению. А также, безусловно, в данном приказе предусмотрены формы документов, которые позволяют гарантировать права работников. Поэтому каких-то проблем или рисков связанных с тем, что кто-то из студентов куда-то не переведется или что-то еще будет с студентами, нет. А что студенты технического университета? У них после сессии в самом разгаре практика. Объединение вузов их не пугает. Кому-то это даст новое общение, толчок к развитию и возможность окончательно определиться с профессией. Вы слышали, что в течение года к вам должен присоединиться экономический университет? Это плюс вам или нет? Наверное, больше плюс, как институт развивается. Думаю, будет интересно. Мне кажется, студенты-экономы не очень рады этому. А вы? Не без разницы. Мне кажется, чем больше народа в принципе, тем лучше. Значит, мы больше становимся, нас больше становимся. Мне лично, ну, молодцы, мы будем одной большой семьей. Это отличная новость для нашего университета, потому что это новые знакомства, больше общения. И ребята, я думаю, отлично вольются в наш коллектив. И мы сделаем максимум для того, чтобы, так сказать... Им было комфортно. Им было комфортно, да. И они перестроились наиболее быстро, и им было здесь приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова